Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я преподаватель физики и математики в Адукаре. Сегодня мы продолжим рассматривать тему упрощения иррациональных выражений, а в частности рассмотрим метод выделения полного квадрата. Но если вы хотите дополнить свои представления об этой теме, то обязательно посмотрите наш предыдущий урок. А мы начинаем. Прежде чем приступить к изучению нового метода, давайте вспомним с вами, как выделяется полный квадрат. Пусть у нас есть выражение x2 плюс 9 плюс 6x. Что мы с вами можем увидеть? x в квадрате оставим, 9 это 3 в квадрате, а 6 мы можем записать как 2 умножить на 3. И давайте присмотримся, не напоминает ли вам это выражение какую-нибудь формулу? Квадрат, квадрат и удвоенное произведение. А это формула квадрат суммы. Значит, мы можем это выражение записать как x плюс 3 в квадрате. Вот мы выделили полный квадрат. Аналогично давайте рассмотрим еще один пример. 4x квадрат мы с вами можем записать каким образом? 4 это 2 в квадрате, x в квадрате, плюс 36 это 6 во второй степени. И минус 24 можно записать как 2 умножить на 12x. Давайте вспомним свойства степеней. Квадрат умножить на квадрат мы можем записать как квадрат произведения, 2x в квадрате, плюс 6 в квадрате. И если присмотреться, 12 можно записать как 6 умножить на 2. То есть минус 2 умножить на 6 умножить на 2x. А теперь перед нами квадрат и первая степень, квадрат выражения и первая степень. И причем удвоенное произведение этих выражений. Мы снова приходим к формуле. На этот раз квадрат разности. Это можно представить как 2x минус 6 в квадрате. Повторив этот материал, вам будет легче усвоить новый метод. Давайте посмотрим на выражение, которое нам нужно упростить. Оно содержит под знаком корня сумму, причем эта сумма также содержит выражение со знаком корня. Значит, в таком случае у нас есть вариант постараться представить подкоренное выражение в виде какого-то выражения в квадрате. Ведь, как мы с вами знаем, если у нас есть выражение вида корень из а в квадрате, то его можно записать как модуль а. Напоминаю про модуль. Это принципиально важно. Итак, мы с вами только-только вспомнили формулы сокращенного умножения. И на более простых примерах увидели, как можно превратить выражение в квадрат суммы или квадрат разности. Давайте попробуем проделать нечто подобное и с выражением 19 плюс 8 корень из 3. Решение этой задачи осложнено тем, что у нас содержится иррациональность. И если мы захотим сразу сходу подобрать такие числа, далеко не факт, что у нас это получится очень быстро. Поэтому здесь я рекомендую делать следующим образом. Во-первых, ориентируемся на знак, который стоит рядом с иррациональным выражением. Рядом с выражением, содержащим корень из 3, стоит знак плюс. Поэтому будем пробовать представлять это выражение в виде квадрата суммы. Если бы перед корнем стоял знак минус, мы бы выбрали квадрат разности. Итак, что мы с вами знаем про эту формулу? Это а квадрат плюс б квадрат плюс 2аб. Значит, мы можем постараться подобрать такие числа а и б, для которых а плюс б в квадрате равнялось бы этому выражению. Как мы это сделаем? Теперь сопоставьте это выражение и эту формулу. Итак, то, что содержит иррациональность, мы можем записать как удвоенное произведение. Итак, 8 корень из 3, это у нас 2аб. То, что не содержит иррациональность, это сумма квадратов. 19 равно а в квадрате плюс б в квадрате. Еще раз, мы сопоставляем формулу квадрат суммы и выражение. То, что содержит корень, это удвоенное произведение. То, что не содержит корень, это сумма квадратов. Теперь начинаем рассуждение с удвоенного произведения. Разделим на 2 левую и правую часть полученного уравнения. а умножить на b равно 4 корень из 3. Теперь давайте посмотрим, какие варианты для чисел а и б у нас есть. Те, которые наиболее очевидны. Итак, первый вариант это а равно 4, b равно корень из 3. Рекомендую сначала выписать все варианты, а затем пошагово проверять каждый. Тот, который подходит и будет единственно верным для нас набором чисел а и б. а равно, еще может быть, 2 и b равно 2 корень из 3. Ну и смотрите, мы бы могли написать, что b равно 4 и а равно корень из 3, но в силу семейтри этого выражения это не имеет смысла. Это, по сути, будет одно и то же решение. Поэтому мы с вами не меняем местами, это будет лишнее действие. Ну и еще есть вариант а равно 4 корень из 3 и b равно 1. Это те варианты, которые наиболее очевидны. И дальше мы эти варианты проверяем через сумму квадратов. Итак, для первого случая, который мы подобрали, а квадрат плюс b квадрат, это 4 в квадрате плюс корень из 3 в квадрате. Мы получаем 16 плюс 3, 19. Нам повезло, мы угадали с первого раза. Однако, не пугайтесь, если первое же выражение, первый же набор чисел не подошел. В любом случае, если вы выписали все возможные комбинации, которые дают произведение 4 корень из 3 или любое другое, которое у вас задание, вы все равно подстановкой в сумму квадратов найдете нужную пару чисел. Итак, мы ее нашли. У нас сумма квадратов совпала. Значит, выражение 19 плюс 8 корень из 3 мы можем представить как 4 плюс корень из 3 в квадрате. Теперь, дело за малым, подставить это выражение в наше первоначальное условие. Корень из 19 плюс 8 корень из 3 равно корень квадратный из 4 плюс корень из 3 в квадрате. А это модуль 4 плюс корень из 3. Напоминаю, что модуль раскрывается по принципу модуль числа А равен А, если оно больше либо равно нуля, и модуль числа А равен минус А, если оно меньше нуля. В нашем случае 4 плюс корень из 3 однозначно больше нуля, поэтому раскрываем модуль без изменения. 4 плюс корень из 3. Ответ 4 плюс корень из 3. Несколько важных замечаний. Задания такого плана вполне могут встретиться в А или Б части, СЭ или ЦТ. Важно запомнить этот принцип. Напоминаю, вот проговорите себе, пропишите несколько раз. Принцип следующий. То, что содержит корень, это удвоенное произведение. То, что не содержит корень, это сумма квадратов. И, что очень важно, если перед иррациональностью плюс мы выбираем квадрат суммы, если перед иррациональностью минус, то выбираем квадрат разности этих выражений. И обращаю особое внимание на формулу корень из А квадрат равно модуль А. Поэтому, если бы у нас было бы выражение со знаком минус, и мы бы пришли, например, к 4 минус корень из 3. Здесь важно сначала удостовериться, что это число положительное, и только тогда раскрыть модуль. Или, если вы увидели, что оно отрицательное, тогда воспользоваться правилом раскрытия модуля и поменять знак. Надеюсь, объяснение этой темы было для вас понятным. И напоминаю, что эта тема разобрана в двух видеоуроках. И если вы по каким-то причинам пропустили предыдущее, то обязательно вернитесь и посмотрите. Обязательно оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если они появились. И если вы хотите сдать CT и CE на максимально возможный балл, то приглашаю вас к нам на курсы Вадукар. До встречи!